Это безнадежно. И это жвачки. Американские жвачки. Возможно, догадываетесь, почему я именно решил сегодня их выбрать. Потому что американские жвачки славятся тем, что у них очень много интересных вкусов. И эти вкусы иногда не самые приятные. Поэтому, когда я был в Таргете, я сходил и купил самые интересные вкусы жвачек, которые я вообще нашел. И давайте мы сегодня с вами их попробуем. Потому что некоторые из них меня пугают. Некоторые из них мне кажутся интересными. А некоторые... Ну, некоторые. Про некоторые мы и сами узнаем. Сегодня у меня 6 разных пачек жвачек. И вы видите, как они выглядят все. И мы, наверное, начнем с вот этой самой какой-нибудь крайней или где-нибудь еще. Первый вкус, который мы сегодня попробуем, это вот такая вот шведская рыбка. Не пугайтесь. Это ягода и лимон вкус. Просто они, наверное, как-то выглядят как шведские рыбки. Я не знаю, что такое шведские рыбки. Но, в общем-то, эта жвачка выглядит так. Сейчас мы ее откроем. Вот честно, не знаю почему, но мне всегда нравились упаковки американских жвачек. Очень интересно. Они какие-то такие, не знаю, они красивые, элегантные. Все такие из себя пафосные. Дэм, чувак, тебе 20 лет, а ты жвачку не можешь открыть. Как она вообще работает? О, господи, я порвал что-то здесь. Что? Как это? А, вот как это открывается. Господи, как тяжело. Еще. О, эта жвачка какая-то немного странная. Она сверху покрыта чем-то розовым. Внутри она какая-то желтая. Что-то очень странное. Но давайте попробуем. Окей, возможно, это просто я. Но мне кажется, что у жвачки очень странный вкус. Она какая-то сладкая. Вы знаете, напоминают, раньше были какие-то конфеты со вкусом лимона. Они были какие-то кругленькие. Раньше очень часто выпускали. Куда-то пихали постоянно. Что-то похоже на это. Похоже на то, что когда жуешь сладкий лимон. Это не то, что неприятно. Это просто, знаете, это обычно. Что-то как-то другого я ожидал, что это с коридки. Хоть бы рыбой завоняло, что ли. Она даже в пузырь не может надуться. Что-то как-то это убого, ребят. Следующая жвачка, которую мы с вами попробуем, это жвачка с интересным вкусом корицы. Мне кажется, она будет острая, потому что, мне кажется, я уже попробовал что-то связанное с корицей. По-моему, у меня где-то леденцы в сумке с корицей лежат. Я постоянно их ем, когда, знаете, после еды неприятный запах или это подобное. Но сейчас я не знаю, на что ей будет похожа эта жвачка. Вот так вот она выглядит внутри. Мне кажется, она будет похожа чем-то на полоски. А, нет, оказалось, она тоже маленькая. Я думал, она будет длинная. Нет, тут тоже маленькие вот такие кусочки жвачки. Возвращено, чтобы человек не захотел самоубийца с помощью жвачки с корицей. Почему бы нет? Как только я взял жвачку в рот, сразу почувствовал вкус корицы. Это просто что-то очень сильно пряное. Прямо вот на языке. Это приятнее, чем пищение Oreo с корицей, но все же, знаете, очень странный пряный вкус, который, знаете, он немножко раздражает полость рта, но это как-то прикольно. Даже немножечко остро. Не знаю, чем это все за, но это очень прикольно. Она тоже плохо надувается. Жвачка под номером 3 пугает меня уже своей обложкой, не то что содержание, потому что на ней написано Огонь. Ну, так как я мужик Огонь, то жвачка должна быть соответствующая. Я надеюсь, что она не прожгет мне язык, или у меня зато я не буду ворваться клубы дыма, но посмотрим. Ну, почему бы и нет. Вот, пожалуйста, наконец-то жвачка, которая похожа на пластины. Почему он не выломается? Можно мне кусочек жвачки, пожалуйста, я только один прошу. Я просто это сейчас плюну, потому что я не могу это жевать. Это не остро, это неприятно. Если бы она была острой, это еще ладно, но она просто не очень приятная на вкус. Она какая-то горькая. Она как-то слишком уж не сильно тягучая, то есть она как риска, ты пытаешься пожрать, но застревает у тебя между зубами. Очень странный вкус, и мне он не нравится. Следующая жвачка у нас со вкусом арбуза и сердца дракона. Я не знаю, как, по-моему, сердце дракона называется этот фрукт. И я надеюсь, от этой жвачки будет более-менее приятный запах и завтажный вкус, чем от прошлой. Потому что, по ходу дела, прошлая жвачка начала прожигать мне десну, или это моя щека. В общем, эту часть лица я уже немного не чувствую. Я только открыл пачку, вот этот сам пакет, и уже очень приятно пахнет. О, Господи, какой приятный запах. Эта жвачка точно так же, как и предыдущая, идет вот в таких вот полосках. Я не знаю, мне это вроде как смущает, вроде как нет. Я просто, наверное, впервые вижу такие жвачки. Попробуем. На вкус прям как самая настоящая арбузная жвачка. То есть, мне кажется, многие пробовали арбузную жвачку, но посередине есть вот эта маленькая кислинка из-за вот этого фрукта дракона, сердца дракона. Поняли, о чем я говорю. И это очень интересное сочетание. Это странно говорит, такое жвачки, но это действительно очень странное и интересное сочетание. Это одновременно приятно освежающе сладкое и одновременно с какой-то кислинкой. Мне нравится. Ну, получше, чем предыдущая жвачка. По крайней мере, я чувствую ту ту половину лица. Нормально, пока еще вроде бы. Почему у меня не получается дуть пузыри? Почему? Следующая жвачка, которую мы с вами попробуем, она достаточно длинная и у нее очень интересный вкус, который называется конфеты кейк-пап. И это какие-то конфеты, которые изображены здесь. Я, честно, их ни разу сам не пробовал. Но мне будет очень интересно пробовать жвачку с таким вкусом, потому что конфеты выглядят очень интересно. Вы видите, какие-то розовые, фиолетовые, зеленые и покрыты каким-то шариками или еще чем-то. Я, впрочем, надеюсь, что это очередная жвачка, которая меня не убьет. Я дождался жвачка полосками! Ура! Это первый раз, когда мы с вами пробуем жвачку полосками. Кстати, я очень много слышал про жвачку экстра и говорят, что она очень вкусная в плане именно вкусовых каких-то таких вот рецепторов. Это первый раз в жизни, когда я пробую жвачку и чувствую прям вкус сахарной ваты. Прям очень сильный вкус такой, знаете, карамели из сахарной ваты. Это навевает в каком-то детстве о чем-то еще. Но мне кажется, эта жвачка оставит вам не то, что неприятный запах, а, скорее всего, кариес. Но именно по вкусу она очень, она очень вкусная. Прям ой. Последнее, что сегодня мы попробуем, это вот такая вот жвачка в какой-то очень непонятной, но интересной пловке, на которой нарисован лайм и какой-то непонятный пирог. Что это и как это есть, давайте сейчас узнаем. Окей, ладно, я вижу одну сторону жвачки и я вижу другую. Тут два пакетика с жвачками, что мне делать, как их есть? А, тут написано, то есть можно попробовать их сразу две и получится какой-то очень интересный вкус. Но давайте будем экспериментировать и попробуем сразу две жвачки. То есть я беру две жвачки из разных пакетиков, они выглядят абсолютно одинаково. Две, как в рекламе. Окей, я не знаю, как они это делают. Я реально почувствовал вкус лимона, точнее лайма. И, знаете, я почувствовал вот эту корочку пирога, или как это, я не знаю, как это называется, но вот этот кусок то ли теста, то ли еще чего-то. Это очень странно. Это крипово и странно, но мне это нравится. Я что-то внутри почувствовал, мне теперь перестало это нравится. Вообще, очень интересный вкус, но явно не для меня и не для моих вкусовых рецепторов. Хотя, возможно, как будто понравится, но не для меня. Спасибо. И да, на сегодня у меня все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, то я очень-то рад. И напишите мне внизу, какие интересные вкусы жвачек пробовали вы, или какой вкус жвачки ваш любимый. Что-нибудь в этом духе. Может, вы пробовали более странный вкус жвачек. Вкус жвачек. Мне оставалось всего лишь закончить видео, и нормально. Просто дикцию можно было отпустить домой поспать. Но нет, она решила выделиться. С вами был я, Антон Юлайк. Главное, помните все остаться в РМСБ, то, о чем во всех ваших начинаниях. Я вас очень сильно люблю. Увидимся с вами совсем скоро. На этом я с вами вместе. Пока.